Обустройство мест накопления твердых бытовых отходов для сел республики пока остается проблемой. Это признают чиновники всех уровней. Дело в том, что расходы по созданию таких площадок, где должны стоять контейнеры регоператора, лежат на плечах муниципалов. Бюджеты у них дырявые, поэтому дело с мертвой точки не сдвигается. Большинство людей бросают хлам куда попало, только не в контейнеры, как, например, в Сапогово. По сути, нужно бетонное или гравийное покрытие, а также забор, чтобы пакеты ветром не разносило по степи. По данным Минэкологии Хакаси, специализированными площадками предстоит охватить минимум 27 населенных пунктов. Проектная документация у ведомства на руках. Осталось только помочь деньгами, например, через Москву. Это уникальная программа, где эти деньги в федеральной программе заложены. Но, тем не менее, мы сегодня вместе с Минприродой эту тему отрабатываем совместно и с оператором. Нашли общее понимание, в частности, сбор мешочным способом мусора и тех населенных пунктов, где сегодня эта услуга не предоставляется. На контроле держите мне ежемесячно, докладывайте на отсчет. Есть отставания по госконтрактам, связанным с лесовосстановлением. Исполнено лишь 20% от положенных объемов. Министр природных ресурсов и экологии доложил, виновата пандемия. Из-за введенных ограничений республика все это время не могла получить спецоборудование. Мы планировали до первого полу года все-таки уже получить технику. Здесь мешался коронавирус, вся лесопожарная техника, она не в наличии, она изготавливается заводом. Сейчас мы получаем 4 новых бульдозера до 1 июля, до 1 августа точно. Ну, Сергей Николаевич, как контролируете, тут-то уж лесовосстановление. Это можно же все нагнать, сделать и так далее. Андрей Пахавов, Руслан Шалкинов, РТС. Мы заканчиваем 1-го, 12-го.